В итоге, почему собака лижет хозяина? На самом деле, до сих пор не установлена достоверная причина такого поведения наших хвостиков. Многие собаководы уверены в том, что это проявление любви и преданности. А кто-то считает, что это чисто биологическое явление, заложенное природой. Давайте поговорим о возможных причинах того, почему собака лижет хозяина. Наверняка многие знают о том, что собака-мама долгое время облизывает своих щенков. В первые месяцы жизни иммунитет малышей еще не сформирован, и они легко могут подхватить какую-нибудь инфекцию. Вылизывая щенков, собака-мама поддерживает чистоту шерсти, соблюдает гигиену, предотвращая тем самым возможность инфекционного заражения. Это способствует нормальному росту и развитию малышей. Даже когда щенки уже выросли, собака все равно продолжает их облизывать, закрепляя родственные чувства. Наблюдая такое поведение матери, щенки копируют ее поведение, когда становятся взрослыми. Когда лижет своего хозяина, она демонстрирует, что вы – одна стая. Щенки же лижут морду матери, чтобы попросить помощи, в надежде привлечь к себе внимания, просит поделиться пищей. Собака лижет хозяина, выпрашивая внимание, или если пытается что-то сказать. Ведь когда пес подходит к хозяину и начинает таким образом к нему обращаться, это непременно вызывает улыбку и умиление. Ну как тут не погладить в ответ своего любимого четвероногого и не пойти с ним играть? Наверное, все владельцы животных замечали, что при знакомстве с новым человеком собака всегда обнихивает, а иногда даже и облизывает людей, которые пришли к вам в гости. Таким образом рецепторы, расположенные в носу и на языке животного, копят и хранят уникальную информацию о незнакомце и помогают при следующей встрече его сразу узнать. Также положение, что животным нравится вкус и запах человеческого, особенно немного вспотевшего тела, текстура кожи. Многие уверены, что четвероногим не хватает каких-то микроэлементов или соли. Научно это не доказано, но вполне может быть одной из причин облизывания хозяина собакой. Очень часто в присутствии посторонних людей хвостатый демонстративно начинает лизать своего хозяина. И он вовсе не целуется, как многим кажется. Таким способом четвероногий заявляет свое право собственности на человека. Вылизывая хозяину ладони, лицо животное тем самым демонстрирует, что только он может вторгаться в личное пространство хозяина, что только он самое близкое хозяину существо. Некоторые считают, что собака лижет хозяина, выражая таким образом свое эмоциональное состояние, любовь и преданность. Ведь так же, как и мы, животные переживают разные эмоции. И если в сильном состоянии собака может рычать и даже кусаться, то в состоянии доброго расположения духа, облизывая вас, ваш питомец показывает, как он счастлив и предан вам. Кстати, возможно, вам будет интересно почитать о том, как отучить собаку кусаться. Полностью отучить собаку, не облизывать вас, вы не сможете. Этот инстинкт заложен в наших мохнатиках природой. Однако, если пес вас лижет постоянно, это, конечно же, причиняет некоторый дискомфорт. Постарайтесь выявить причины, по которым животное это делает. Может быть, его что-то тревожит, а может, тем самым оно показывает, как преданно вам и как боится, что станет ненужным. А может, ему просто не хватает вашего внимания и ласки. Что делать, если собака лижет хозяина постоянно? Постарайтесь сделать так, чтобы ваш четвероногий не чувствовал себя одиноким. Заботьтесь о нем, уделяйте ему больше времени. Играйте с ним в различные игры. Как занять своего питомца, я рассказываю об играх с собакой. Но привычка облизывать хозяина переходит уже в статус вредный, то постарайтесь отучить хвостатого от нее. Не позволяйте вашему питомцу это делать, не поощряйте его. Попробуйте издать резкий звук, хлопнуть в ладоши, когда ваш питомец начинает к вам приставать. Издавайте этот звук при каждой попытке пушистика это сделать. Тем самым вы приучите собаку к этому звуку, как к сигналу о прекращении подобного поведения. И обязательно дрессируйте своего четвероногого друга, чтобы он беспрекословно выполнял все ваши команды. Что для этого нужно сделать? Почитайте о том, как обучить собаку командам самостоятельно. Гог облизывает нас исключительно в следующих случаях, когда я ухожу на работу, он судорожно начинает вязать Артема, который остается дома. Видимо, Джек боится остаться один и тем самым пытается сказать, ну хоть ты не уходи. Когда к нам приходят гости, он начинает облизывать гостей, особенно одного из них, нашего друга из Москвы, Серегу. Видимо, он показывает ему, что принимает его в стаю. Когда Джек требует, чтобы с ним поиграли, он пытается исключительно лизнуть меня в нос или губы. Это так щекотно и смешно, что я начинаю хохотать. А он расценивает мой смех, как призыв к началу игры и сразу же тащит мне все свои любимые мячики, чтобы я ему их кидала. Когда песик находится в расслабленном, умиротворенном расположении духа, и я начинаю его гладить, он из чувства благодарности начинает лизать мне руку. А ваши любимые питомцы также облизывают вас. Как вы думаете, какие эмоции они при этом испытывают? Буду рада всем отзывам и комментариям. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok